Друга за нас ухватили, раз, два, три. Это непривычная резиденция Деда Мороза, это юрта Деда Мороза. Необычный формат уже успели оценить гости парка «Лесная сказка». Так как у нас регион самый ближний – это Казахстан, поэтому решили там заказать юрту, и нам как раз к Новому году, чтобы наши посетители могли чай попить, кушать какие-то сладости. И даже когда новые какие-то посетители приходят, они все дружно встают в хоровод, вводят хоровод, играют с Дедушкой Морозом. Здесь же Дед Мороз рассказывает о славянских символах Нового года. В этом году в зоопарке решили отойти от привычных символов восточного календаря. Так что теперь в ближайшие годы будем праздновать бородатую жабу, жемчужную щуку, крадущуюся лису. Уходящий год – год огненной лошади, а следующий – год темного лося. Свои символы есть и в самом зоопарке – майя и зевс. У этих лосей непростая судьба. Родители убили, сюда их привезли одинокими малышами. Сейчас лоси выросли и стали красивой парой парнокопытных. Год соха. Сох по-старославянски. И поэтому этот год очень такой напряженный. Этот год очень мощный, потому что лось – это мощное животное. Поэтому мы надеемся, что вся вот эта мощь 2024 года, она, конечно же, будет направлена на мощь России. Как вам, нравится кормить лося? Очень интересный опыт. Хорошо, что я его встречаю здесь, а не в дикой природе. Вот, видите, как замечательно. А увидеть лося в Барнауле – не такая уж и редкость. Кстати, еще в прошлом году в крае объявили о рекордном количестве лосей. За последние 10 лет их популяция превысила 17 тысяч особей. Животные мигрируют на Алтай за благоприятными условиями. И встретить их можно уже в центре города. Это говорит прежде всего о том, что лось – это уже так бы становится таким своеобразным символом города Барнаула. И надеемся, что год 2024 будет очень благоприятным для нашего замечательного города. А у Зевса и Майи год лося может стать знаменательным. У пары должен появиться первый ребенок. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.